На этой неделе я наблюдал такую интересную картину. Мой младший сын Тимофей, 8 лет ему, вечером стал собирать игрушки, сносить в зал. Со всех коробок он высыпал игрушки и стал перебирать поломанные в кулек в один, хорошие в другой, в третий. И, в общем, оставил себе немного игрушек и сказал, все, это я хочу, вот это выкину, а вот эти два кулька отдать Сереже маленькому. Самый маленький у нас на домашней группе – это Сережа. Я говорю, так а что Сережа, у нас и другие детки есть? Он говорит, ну, хорошо, пусть и другие детки тоже, однам и другим деткам. И я смотрю на эти игрушки, они такие, знаете, многие очень дорогие моему сердцу, потому что мы покупали еще и Давиду, когда он был маленький, потом Юлечки. Хорошие такие игрушки. И я думаю, сынок, а что ты решил так вот отдать игрушки свои? Совсем чуть-чуть себе оставил игрушек. А он говорит, ты понимаешь, я же уже взрослый. Говорит, и я детям вот решил. Вы понимаете, вот его убеждение в том, что он взрослый, выразилось в том, что он решил вот раздать свои игрушки. И, знаете, думая про вот этот текст, над которым сегодня мы вместе будем размышлять, я думаю, это хороший, знаете, индикатор или хорошая возможность нам посмотреть на свои убеждения, насколько мы взрослые, насколько мы готовы делиться, отдавать, думать не только про себя, а жить и для других. Эту тему я назвал пять убеждений, которые могут изменить твою жизнь. И в первых шести стихах 13 главы послания к евреям говорится лишь о том, чтобы ты жил не для себя, но для других. Вот это главная тема вот этого небольшого отрывочка. Давайте вместе очень внимательно вчитаемся в этот текст. Итак, с первого стиха. «Добратолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами, находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Этот небольшой отрывок можно разделить на две части. И первая часть, в первых трех стихах, она говорит про отношение к другим людям. Это к братьям, к гостям, к страждущим. Остальные, четвертый и пятый стих, говорят про отношение к себе. Это отношение в сфере денег и в сексуальной чистоте. И чтобы понять, почему автор перечисляет вот такой набор убеждений, нам важно заглянуть в контекст 12 главы, последние стихи. В 28 стихе там говорится, «Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу». А в новом переводе сказано, «Будем благодарны и в благодарности будем поклоняться Богу». И действительно, я посмотрел разные переводы и увидел, что в одном случае там переводится, стоит слово «служить», а в другом случае стоит слово «поклоняться». И греческий язык дает право переводить и так, и так, и служить, и поклоняться. Я понял, что ведь служение и поклонение – это взаимосвязанные вещи. Нельзя поклоняться Богу и не служить. Нельзя любить Бога и не служить Ему. Когда, если мама любит ребёнка, это естественная реакция, она служит Ему. Понимаете, это взаимосвязанные вещи. И то же самое нельзя служить и не любить, и не поклоняться. И потому, имея вот это основание, пережив прикосновение Бога, пережив вот это духовное рождение через свою веру в Иисуса Христа, мы получаем вот этот доступ в это царство непоколебимое, о котором говорится в 12 главе. То есть Бог говорит, я всё поколеблю, землю поколеблю, но вы имеете вот этот доступ в царство непоколебимое. И, имея вот это основание, Он говорит, будем теперь служить, поклоняясь Богу, будем служить. И Он перечисляет вот этих пять сфер, в чём мы должны проявлять вот это наше убеждение и служение. Дальше говорит Он, братолюбие между вами да пребывает. Интересно, можно перевести это слово как пусть остаётся. То есть не говорится, достигайте братолюбия, учитесь, а пусть пребывает. То есть оно либо есть, либо его нет. Вы понимаете, братолюбию можно присоединиться, то есть у нас Бог один Отец, и через духовное рождение мы присоединяемся в Божью семью. И нам это дано право быть детьми Божьими, быть братьями и сёстрами. И потому братьев не выбирают. Мы можем себе выбирать друзей, с кем дружить, а братья и сёстры, они достаются нам по наследству. И нам уже приходится мириться с такими братьями, какие они есть. Может, кто-то нам не нравится, может, с кем-то у нас быть недопонимание или какие-то разногласия. Но всё равно вот это понимание, что у нас один Бог, Отец, а мы родные, оно даёт нам сосуществовать и служить друг другу. И братолюбие, оно проявляется не в словах. Обычно вот в критических ситуациях познаётся дружба, говорят, да? В беде. Я хочу сказать, что братство познаётся в беде, в трудных ситуациях. Церковь переживала не лучшее время в тот момент, когда писалось это послание. Некоторые сидели в тюрьмах, и автор говорит, скоро Тимофей выйдет из тюрьмы. Даже Тимофей сидел тогда в тюрьме. За веру можно угодить было в тюрьму. И потому он призывает, говорит, проявляйте, проявляйте то, к чему вы призваны, вы родные. Меня впечатлила история про Богдана и Андрея. Я прочитал её. Это в 2012 году случай произошёл. Старший Андрей 12 лет, младшему Богдану 6 лет. Андрей пошёл за младшим в детсадик, забирать его. Его мама попросила. И в тот день они свернули с дороги, решили сократить путь. Обычно они этим путём не ходили. Так как там была горка, они решили покататься на этой горке. И, судя по всему, был снег, раз они хотели покататься. И младший, в общем, провалился в канализацию на этой горке. Где-то там внизу была канализация. Старший, долго не думая, просто увидя эту картину, прыгнул, нырнул туда в воду за младшим братом. Он его поднял, воды было по грудь, посадил на плечи. И вот так, в таком состоянии, ожидая помощи, он продержал его 7 часов. В час ночи, слава Богу, их нашли. Милиционер один прочёсывал вот этот как раз участок. И они кричали периодически. В ледяной воде на протяжении 7 часов он держал вес, ну, практически в 2 раза меньше. Ну, вот просто представьте себе, держать 7 часов вес в 2 раза, пусть меньше тебя. Ещё и в ледяной воде. Он попал в реанимацию потом. И вот это такой пример, когда в критических ситуациях вот эта братская любовь, она проявляется. Вы понимаете, вот как дети, ты наблюдаешь за ними, они могут не делить игрушки, не делить, как-то даже, кажется, не дружат. И очень родители от этого расстраиваются, что дети не могут общий язык. Но в какие-то определённые моменты они понимают, это будет мой брат, это моя сестра. Я готов даже жизнь отдать ради этого человека. Очистив души к нелицемерному братолюбию, говорит апостол Пётр, такое впечатление, что братолюбию можно лицемерить в этом, в братолюбии. То есть это говорит о том, что суть не в словах и не в цитатах библейских, не в словах о любви, но суть как раз в проявлении, в поступках в нашей жизни. Альберт Дюрер написал или нарисовал эту картину, известная картина. И есть легенда, по которой этот Альбрехт написал её в честь своего брата, Альберта. И когда я читал эту легенду, она меня очень впечатлила. Есть просто два версии написания этой, и одна из них гласит о том, что они в такой бедной семье выросли. И не могли себе позволить, чтобы учиться в художественной школе. Хотя очень хотели этого, потому что в подростковом возрасте они рисовали, и у них была хорошая способность рисовать у этих двух братьев. И они договорились между собой. Говорят, давай мы, кто-то один из нас будет работать и оплачивать учёбу другому. Давай кинем монетку. И как раз повезло вот этому Альбрехту, который и поехал на 4 года учиться искусству рисования. А вот этот другой Альберт работал на шахте 4 года, где он и подорвал своё здоровье, и повредил свои руки. И когда тот приехал, говорит, ну всё, я теперь могу тебя оплачивать. Он уже начал неплохо зарабатывать к тому времени, продавая свои работы. А тот говорит, я уже не могу работать, потому что повреждены были руки. И в честь своего любимого брата он нарисовал эту картину. Такой хороший пример братского посвящения и отношений. Какой вывод можно сделать? Воспринимай верующих как родных. Мы не просто, знаете, прихожане одной церкви или члены одной церкви. Но нечто к большему призвал нас Господь. Он сделал нас родными. И на самом деле иногда верующие люди даже роднее, чем близкие люди. Потому воспринимай верующих людей как родных. И другой вывод можно было бы сделать не говори, но делай. Мне нравится это высказывание. Говори, когда тебя спрашивают, но живи так, чтобы тебя спрашивали. Второе, о чём говорит автор, говорит про странолюбие, да, или гостеприимство. Из контекста видно, что это, да, не про любовь к странным людям, но о гостеприимстве идёт речь. В украинском переводе «любовь до Приходнев». То есть и в то время это особо было актуально, потому что много было и беженцев, и странствующих проповедников. Люди могли по несколько дней быть в пути, даже неделю. И потому таким людям нужно было где-то переночевать. И христиане с радостью открывали свои дома. Мне кажется, где-то вот этот добродетель в современной церкви немного утрачен. Он говорит о том, чтобы мы не забывали о гостеприимстве. Не забывать – это не значит, знаете, вот пригласил кого-то в гости, потом забыл. Тот пришёл, и ты, ой, я же забыл, там пригласил кого-то. Не в этом плане имеется в виду. Это слово можно перевести как «пренебрегать». То есть можно было бы сказать «страннолюбие» или «гостеприимство» «не пренебрегать». То есть что имеется в виду? Ну, когда вот есть нужда какая-то принять людей, к примеру, да. Ну, как правило, гостеприимство имелось в виду, что кто-то на ночёвку к вам приезжал. И ты думаешь, ну, в хате не прибрано, там может кто-то другой. То есть ты не проявляешь какой-то даже инициативы в этом плане, да. И вот это называется «пренебрегать». Потому что апостол Павел в послании к римлянам говорит «в нуждах святых принимайте участие». И дальше он говорит «ревнуйте о странноприимстве». То есть не просто принимайте, да. Ревнуйте, даже проявляйте в этом инициативу, будьте первыми в этом. Потому что это очень важное служение, которое Богу нравится. потому что, смотрите, не зная некоторые, оказали гостеприимство ангелам. И мы знаем четыре истории, как минимум, да, которые может иметь в виду автор. Ну, история Авраама, который принял трёх мужчин, а это оказались ангелами. История Лота, Гидеона или Маноя, это отец Самсона. Все они не знали, что это ангелы. Они принимали, как вот странников, они проявляли гостеприимство. И мы видим, как они проявляли это гостеприимство. В случае с Авраамом, он просто упросил, они не хотели заходить, чтобы накормить их, напоить. И он организовал там шашлык с ягнёнка. Он действительно такой, знаете, пир закатал. Он воспринимал их, как будто сам Господь пришёл к нему в дом. А это оказались посланники Господа. И во всех этих случаях они пережили невероятные благословения. Вы помните, в случае с Авраамом, это та мужчина, который оказался ангелом, сказал, на следующий год посещу тебя, у тебя родится сын. В случае с Лотом они спасли. То есть все они переживали благословения. И кто читает Новый Завет, вы наверняка помните семейство Марии, Марфы и Лазаря. Иисус любил бывать у них. Они очень гостеприимные были. И вы помните, чем отличилась Мария? Она сидела у ног Иисуса, слушала. А Марфа чем отличилась? Она там о большом угощении заботилась. И даже у неё конфликт с сестрой получился. А чем Лазарь отличился, вы помните? Умер. Иисус потом пришёл, помните, четвёртый день он лежал уже и проявил чудо. То есть это тот момент, который просто изменил жизни людей. Они пережили невероятное благословение. В первом случае они принимали просто людей. Это были ангелы. И наверняка Мария, Марфа и Лазарь, они относились поначалу к Иисусу как к человеку. А потом они увидели и разглядели в нём Господа, Творца неба и земли. Я помню историю из нашей жизни, когда нас ангелы посетили с Надюшей. Мы только расписались, молодые верующие, жили тогда во Львове. Вам интересно? И вы знаете, мы жили на съёмной квартире. Съёмная четырёхкомнатная квартира. Она продавалась. И нам разрешили пожить какое-то время ещё. И в тот момент мы занимались организацией новой церкви. У нас каждый день собиралась молодёжь. По вечерам собиралась молодёжь. Часто оставался кто-то ночевать. И вот однажды приехали к нам пастора на пасторскую конференцию. Мы с радостью приняли. У нас куча места, тем более. И я не помню, день или два они ночевали тогда у нас. На следующий день один из старших этих людей имел со мной разговор. И потом просто, знаешь, он мне сказал, я хочу, чтобы ты купил эту квартиру. Ну, я так подумал, я тоже хочу, хотел бы купить. Ну, более того, он просто дал мне деньги, чтобы я купил эту квартиру. Это, ну, немалая сумма денег была, понимаете? Я просто плакал. Вы знаете, я понимал, что просто так такие вещи не происходят. Для меня это были ангелы. Потому открывая двери своего дома, кто знает, кого вы принимаете, да? И какие практические выводы можно было бы сделать? Планируй и приглашай в гости людей. Почему планируй? Потому что каждый из нас имеет желание кого-то пригласить. Я по себе знаю. У меня целый список, кого бы я хотел пригласить домой. Но это только желание часто остается. Потому что если ты не запланировал, ну, вряд ли пригласишь, потому что вот эта занятость, эта суета очень часто не дает нам это сделать. Поэтому очень важно планировать заранее. Вносить в календарь, созваниваться и договариваться вперед. И начни у себя домашнюю группу. Таким образом, вы знаете, вы упрощаете себе жизнь. Потому что каждую неделю у вас гости дома. Интересно то, что Иисус сказал, кто принимает вас, принимает меня. Он это сказал ученикам. Другими словами, кто принимает учеников Иисуса Христа, принимает его. Понимаете? Кто принимает верующих людей, принимает самого Иисус. Потому это большое благословение, когда у вас дома собираются верующие люди. Возможно, вы не лидер даже, но у вас есть возможность выделить вот это, свои квадратные метры для того, чтобы собиралась там группа. Сделайте это. И вы никогда не разочаруетесь. Бог благословит ваш дом. Помните узников. Это третье, о чем говорит автор. Как бы и вы с ними были в узах и страждущих, как и сами находитесь в теле. В новом переводе сказано, как если бы и вы страдали вместе с ними. То есть все мы в человеческом теле, так или иначе, мы знаем, что такое боль, страдания. Мы переживаем какие-то потери. То есть мы можем понять других людей. Проблема в том, знаете, когда мы сами себя, может, изолируем от того, чтобы не видеть беды, не видеть горя. Изолируем себя, знаете, удобными людьми. Потом очень важно нам соприкасаться с людьми, которые переживают боль, какие-то потери, лишения, для того, чтобы быть, оставаться человечным. Потому что очень часто мы можем не понимать других людей, когда мы не переживаем такие вещи. Интересно то, что в истории известны факты, когда верующие люди ради своих друзей продавали себя в рабство, для того, чтобы за эти полученные деньги выкупить своих близких и друзей. Христиане стали столь широко известны своей помощью, находящимся в тюрьме, что в начале четвертого столетия император Лицыний издал особый закон. Никто не должен проявлять доброты к страждущим в тюрьмах, снабжая их пищей, и никто не должен проявлять милосердие к умирающим в тюрьме с голоду. Иначе они подвергались бы точно такому же наказанию. Какой вывод можно сделать? Когда кто-то переживает страдания, вместо вопросов, что, где, когда, задавай вопрос, чем я могу помочь. Когда ты молишься, молись за других, как молишься о себе. Вот просто подумайте, когда вы переживаете болезнь ребенка, какой-то неожиданный неприятный диагноз, когда у вас нет денег, когда какая-то другая беда стучится в дверь. Как мы молимся в такой момент о себе, о этой ситуации, о своих близких. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы точно так же молились за наших братьев и сестер во Христе, которые переживают подобные вещи. И еще один такой можно было бы вывод сделать, что начни опекать человека в нужде. На самом деле таких людей очень много. Очень важно просто, важно помогать время от времени, да. Но очень здорово, когда мы могли бы, знаете, своего рода взять шефство над человеком и опекать его. Хороший пример в нашей малой группе. В прошлом сезоне одна семья решили на протяжении всего года одной бедной семье привозить продукты, питание, в частности, фрукты, которые они не могли себе позволить. Просто какие-то бананы, апельсины, яблоки. И это был такой хороший пример, когда они по пару раз в месяц могли брать вот эти кульки и просто посещать вот этих нуждающихся людей. Четвертое, о чем говорит автор послания, он говорит об отношении к сексуальной чистоте, интимной близости. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. И вот это слово «честен» это не то, чтобы они были... Ну, не имеется в виду про честность и открытость, хотя в браке люди должны быть честны и открыты. Тут имеется в виду про как бы в чести. Слово это переводится как «драгоценный, высокоценимый, почитаемый, уважаемый или почтенный». То есть в уважении. С уважением относиться к браку, призывает автор. Почему? Потому что были лжеучителя, которые проповедовали о том, что все, что связано с плотью, с человеческой греховной плотью, оно все греховное. Потому брак они тоже как бы причисляли к греховному образу жизни и призывали людей, ну, как бы не вступать в отношения. Это о чем апостол Павел пишет Тимофею. Помните, говорит, сожженные в совести вот эти люди, которые проповедуют, чтобы не вступать в брак. Он обличает как раз этих лжеучителей. А с другой стороны были философы, греко-римские философы, которые проповедовали про свободные отношения и говорили, что брак – это он сковывает, это нехорошо. Ты должен брать от жизни все, что можешь, и наслаждаться жизнью. Вы знаете, эти идеи очень живы и сегодня у нас. Буквально недавно я читал про исследования, в которых говорилось, что две трети украинцев одобряют добрачные сексуальные отношения. На протяжении уже, например, 11 или 12 лет в школах я провожу анкетирование на уроках для девятиклассников и старшеклассников, где уже, наверное, более тысячи молодых людей ответили на вопрос, когда лучше всего вступать в сексуальные отношения. И вы знаете, примерно 70% из них пишут, что лучше всего вступать в сексуальные отношения, когда тебе исполняется 18 лет. То есть единицы думают о том, что в сексуальные отношения нужно вступать в браке, они не думают об этом. Потому он говорит, что ложе должно быть непорочно. Ложе — это постель или брачная ложа, которая обозначает сексуальную связь. Важно понять, что Бог — автор интимных отношений. Бог создал секс. И потому он хочет оградить сексуальные отношения определенными границами. И эти границы — это в контексте брачных отношений, когда один мужчина и женщина посвящают себя друг другу и верные остаются на протяжении всей жизни. Это как и мы, родители, которые из любви к своим детям даем какие-то ограничения. Если я малышу своему купил ролики, это не означает, что я теперь его пошлю катайся где хочешь. Я ему скажу, ты не выезжай на проезжую часть, это опасно. Я провожу определенные границы, потому что я его люблю, а не потому что я хочу ограничить его в чем-то. Потому что там опасно. Бог проводит границы не по причине того, что Он хочет ограничить нас в чем-то, в удовольствии или еще в чем-то, но по причине того, что Он очень сильно любит своих детей. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Блудники – это те, которые вне брака, просто люди, которые блудят в сексуальной сфере. А прелюбодеи – это женатые или замужние люди. И интересно, вот это слово блудников – порнос. От этого слова происходит порнография. блуд – порно, порнография. И Иисус говорил, что это не обязательно физический контакт. Кто с вожделением смотрит, тот уже прелюбодействовал в сердце своем, говорит. Оказывается, сейчас, в наше время интернета, порнография сплошь и рядом. Потому что нам тоже надо защищать себя от этого, потому что это приводит человека к разрушению. судит Бог, блудников и прелюбодеев судит Бог. Один миллион пар в Украине бесплодны, 80% из-за абортов. Интересно, что еще 50 лет назад в Украине было 5-6 известных венерических заболеваний, которые передаются полным путем. На сегодняшний момент их 26. И буквально на этой неделе я прочитал статью, где ученые нашли еще 4 вируса, которые передаются половым путем, 4 новых вируса. С 1987 года в Украине зарегистрировано 330 тысяч, 415 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. А в 2017 64% заразились ВИЧ-инфекцией половым путем. Бог судит. Послушайте, что говорится в 1-й книге Царств 2-й главе. Бог судит людей. Он Господь умерщвляет и оживляет, низводит преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Его жизнь всецела, вернее, наша жизнь всецела в Его руках. Четвертое, о чем мы говорили нужно сделать выводы. Ну, во-первых, установи границы. Если вы еще не женаты или не замужние, это особо актуально для вас, когда вы испытываете симпатию к противоположному полу. Очень важно установить границы. Бог устанавливает эти границы. И вы знаете, в это время такого сильного давления фильмов голливудских и рекламы тяжело устоять. И буквально в первое время отношений уже с первых недель люди могут себе позволять такое, что Бог предусматривал в контексте брачных отношений. И потому очень важно, если вы серьезно относитесь, возможно, вы еще Бога не любите, знаете, но как мудрый человек просто побойтесь Бога. И очень важно для себя определить вот эти границы, потому что переходя через них вы будете очень сильно разочарованы. Посмотрите, сколько пар семейных разрушено, сколько разводится. И очень важно провести эти границы и обговорить друг с другом. Потому что когда вас одолеет похоть, уже будет поздно что-то менять. Когда вы будете одержимы похотью, вы не сможете остановиться. И потому мудро, если вы любите друг друга и относитесь серьезно к своей жизни, установить вот эту границу, через которую вы не будете переступать. И на прошлой неделе я беседовал с молодым человеком, говорит, мы это сделали с моей девушкой, мы поговорили, мы договорились, мы не будем целоваться в засос, мы не будем обниматься и трогать где не нужно. и это важно сделать и честно поговорить друг с другом, давай мы вот это не будем переступать. Потому что когда вы окажетесь в романтической обстановке, когда, знаете, эмоции нахлынут и похоть нахлынет на вас, вы уже не сможете сказать просто нет. И в отношении порнографии тоже вы можете установить эти границы, вы сами можете расширить этот список, но границы они на благо от любящего Бога. И второе, прими решение познавать Бога и служить Ему. Интересно, что в Галатах апостол Павел когда перечисляет дела плоти, в первых рядах идет прелюбодеяние, блуд, а потом нечистота. Дела плоти известны, он говорит. Вы понимаете, вы может быть хотите быть хорошим, но без Бога, без Его Духа, без Его духовной силы вы не сможете справиться со своей греховной натурой. Просто вы останетесь на уровне желаний, вы будете желать оставаться быть хорошим. Потому нам нужна вот эта сила сверхъестественная. Нам нужно осознать, что мы абсолютно испорчены и грешны от рождения. Во грехе родила меня мать моя, говорит Давид. И потому нам нужен тот, кто может дать нам силу победить этот грех. Противостоять этому давлению самостоятельно это невозможно. Для этого очень важно нам осознать, что мы ни к чему не пригодные и слабые люди без Бога. Нам нужен Господь. Есть история, которую я услышал от Михаила Цина про трех братьев. У него был друг, и интересно то, что этого друга звали Вова. Я его перепутал на втором служении. И у этого Вовы было два родных брата, которых звали тоже Вова. И он поинтересовался, говорит, слушай, как так получилось, три Вовы в семье. и тот рассказал историю. Дело в том, что их отец воевал на войне. И у него был друг Вова, который спас ему жизнь. И в знак благодарности он этому другу пообещал, говорит, слушай, если у меня родится сын, я назову его Вова. У него трое родилось. И вот я думаю, мы пережили, многие из нас пережили прикосновение Бога, мы уверовали в Господа, нам даровано спасение, мы спасены. Когда мы осознаем, что мы спасены от смерти, от последствий греха и ада, это к чему-то должно нас привести. Вера в то, что сделал Христос, должна к чему-то нас привести. И это должно отразиться в тех сферах, о которых я говорил выше во всей нашей жизни. И последнее, о чем говорит автор, имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Интересно то, что это слово можно было бы перевести как нежадный, нескупой и щедрый. То есть имейте нрав нежадный, другими словами. нескупой, то есть будьте щедрыми. И какой можно сделать вывод? Чтобы быть сребролюбивым, не обязательно быть богатым. Посмотрите, довольствуйтесь тем, что есть. Значит, много не было, да? и он обращается к группе людей, которые нуждались. И очень часто мы, может быть, которые имеем меньше, чем другие, можем быть подвержены искушению, знаете, завидовать или осуждать тех людей, которые имеют больше. Но, как правило, скупые чаще бывают тоже и бедные люди. потому вместо того, чтобы судить кого-то, важно заглянуть в свое сердце. И чтобы быть довольным, не обязательно быть богатым, но обязательно быть щедрым. Такой вывод можно было бы сделать. Фрэнсис Чен сказал, если мы действительно хотим любить своих ближних как себя, мы должны тратить на них как минимум столько же, сколько тратим на себя. «Ибо сам сказал не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». Сребролюбие всегда связано с недоверием Бога. Любовь к Богу она вытесняет любовь к деньгам и наоборот. Есть история, которую я хотел бы прочитать вам. Она буквально несколько дней назад в социальных сетях, у нас есть такая братская группа, один из братьев скинул ее. Я нашел автора этой истории. Это Роман Корнийко, основатель Международного благотворительного фонда «Отчий дом». И он рассказал вот эту невероятную историю, которая произошла с ним в 2000 году, когда в приюте не осталось никакой пищи, а проживало там 36 детей. Бог сделал чудо. И так и сказал, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину. И вот он пишет, у нас в отчим доме были такие периоды, когда даже не было чем кормить детей. Это был 2000 год. Однажды возникла такая ситуация, не осталось денег и не было известных нам источников, откуда могли поступить деньги. Хоть кричи караул. У нас тогда было 36 детей. Уже все работники вынесли из дома все, что можно было вынести, чтобы прокормить детей. и здесь во время молитвы Бог побуждает меня ехать к родителям и попросить четыре мешка картошки. Это уже была поздняя весна, и люди оставили только немного картофеля для себя, остальное уже высадили. Когда я приехал, то мои родители сказали, у нас всего-навсего четыре мешка картошки осталось. Два дадим тебе, два себе оставим, потому что не выживем. Я расстроен, иду пастор местной церкви. Что такое грустный? Я говорю, взял бремя и не могу нести его. Он говорит, а приди к нам на богослужение сегодня. Я пришел, рассказал о детях, а после служения пастор говорит, подождем до утра, увидим, что Бог сделает. С шести утра стали люди приносить в дом родителей кто сумку картофеля, кто полмешка, кто мешок, и до девяти часов собрали 24 мешка картошки. Это чудо. Но это не самое главное, что произошло. Я же на легковой машине приехал. Как теперь довезти все это из Западной Украины в Киев? Ну вот подходит наш сосед и говорит, о, а у меня порожняком грузовик едет, так мы тебе завезем картофель. Прекрасно. Но и это еще не самое большое чудо. Когда мы уже принесла вдова, которой было 92 года, она принесла в своих руках 6 картофелин. Подошла ко мне и говорит, сынок, извини, больше нет. Было 12, но 6 оставила, а 6 принесла тебе. Я говорю, сестричка дорогая, я не могу взять эту картошку? Я хотел 4, у меня уже 24 мешка картошки. Так разве могу я у вас забрать последнюю картошку? Это грех. Она я не тебе даю. Дал бы Бог мне доесть хоть бы тот картофель, что у меня дома остали. Поэтому возьми этот картофель и отдай Иисус. Мы эту картошку сварили отдельно, порезали на маленькие кусочки, и вы не поверите, мы наелись. Ни в обед, ни на ужин, никто на кухню не заходил, все были насыщены. А на следующий день звонит моя мама и говорит, ты помнишь ту женщину, которая принесла тебе картошку? Сегодня на рассвете она ушла в вечность, она пошла к Иисусу. Я не забуду этого никогда. Я думаю, что Иисус встречал ее с радостью. И делает вывод он, не обязательно иметь много денег, чтобы послужить другим. Можно просто пожертвовать картофелину, поддержав сироту. И все, что мы говорили сегодня о братолюбии, гостеприимстве, сострадании, чистоте в отношениях или щедрости, можно было бы сказать одним предложением. Живи для Бога и помогай людям. Это и есть практическое христианство. Аминь. Продолжение следует...